добрый день любое другое время суток по вашему выбору возвращается рубрика будни упоротых в эфир после месячного отсутствия я еще раз извиняюсь дело в том что я по-прежнему болен у меня ремонтируют балкон поэтому постоянный сквозняк в доме я тут чихаю кашля вот но все таки думаю надо уже начинать втягиваться обратно в процесс потому что хвостов очень много накопилось вот сразу предупреждаю выпуск будет коротенький вот прошел месяц много чего тут случилось вот ну я так какие-то вещи кусочками вырвал да вот и соответственно потихонечку будем входить я сразу вот много этих упырей всех наблюдать не могу после месяца отдыха от них без интернета как это было хорошо в каком-то плане вот и начинает у нас марьяна батьковна на умова а вот бывшая коммунистка из комсомола кпрф я не знаю кто она сейчас вот судя потому что в прошлый раз мы ее видели в объятиях дшрг русич да а теперь мы видим в объятиях антона красовского которые там всячески нахваливает с которым она так замечательно фотографируется да вот ну предыдущие как бы собеседники любили позировать с нацистскими свастиками а антон красовки все мы помним антона красовского это человек который предлагает топить и сжигать украинских детей вот такой вот прогресс из левого движа а марьяна она в свое время действительно говорил вполне нормальные вещи и сейчас иногда говорит но как-то вот круг общения у нее все больше напоминает не знаю какой-то филиал я не знаю гестапо там или филиал сс ну что ж флаг в руки со свастикой наверное как это любит лёня минчиков да или как там его звать этого персонажа да вот и попутного ветра вот марьяночка значит дмитрий анатольевич медведев ну вот понимаете на примере дмитрия анатольевича очень хороша видна гибкость спины наших буржуазных пропагандистов ну потому что дмитрий анатольевич он в последнее время выступает как такой вот соловьев вот только ультра соловьев да по своем телеграме вот и соответственно вот тут он читал нашим руководителем оборонных предприятий телеграмы иосифа сталина иосифа сталина как мы знаем дмитрий анатольевич ненавидит обвиняет во всех смертных грехах в истреблении кучи русских людей в репрессиях краон терроре и так далее и тому подобное дмитрий анатольевич у нас убежденный антисоветчик я кстати напомню что именно во времена проблем дмитрия анатольевича а не владимира владимировича большую коммунистическую улицу в москве переименовали улицу служеницына вот так вот на секундочку на вот но что не сделаешь вот ради пропаганды сейчас в тренде сталин сильная рука и так далее и тому подобное и дмитрий анатольевич прочитал руководителем предприятии его телеграмы вот только руковод padre предприятием во время великого отечественной они знали что если они не сделают того что соответственно от них просит 8 из рио ночну не дадут там стране танков и так далее и тому подобное вот то их поставят к стенке тупо и весь народ это поддержит вот а руководители наших предприятий сегодня прекрасно знаю что если они не дадут стране танков и всего остального им не сделают ничего вот потому что мы уже много раз наблюдали что как у нас наказы президента выполнялись и так далее и тому подобное что случилось с теми людьми кто все это сорвал ничего вот и дмитрий анатольевич ну в этом смысле выглядит но немножко смешно вот потому что иосиф и соревнович он соответственно имел и власть и соответственно решимость на серьезные действия и поддержку на такие действия а если дмитрий анатольевич начнет предъявлять что-то вот в плане таком нашим каким-нибудь экономическим бонзом я боюсь что у него могут проблемы с политической карьерой возник вот потому что власть то у них а не у него вот советскому союзу чтобы достичь баланса с гитлеровской германии потребовалось несколько лет это интересно с какого момента если сначала великой отечественной войны но несколько это сколько насколько я помню наступление под москвой произошло через полгода после начала великой отечественной ну и вообще так мы промышленность достаточно быстро подняли сколько там несколько лет вот если же имеется в виду до войны туда войны как бы советский союз воевать не хотел но целенаправно целенаправленно к войне готовился переводя на военные рельсы и на сторону военной промышленности всю свою экономику начиная с сельского хозяйства вот то есть грубо говоря там раскулачивание коллективизация это уже мероприятие по подготовке к войне а вот у нас ничего такого нет до сих пор вот поэтому я боюсь что такими темпами мы очень долго не достигнем баланса тем более что против нас немножко больше чем гитлеровская германия до тогда еще у советского союза были союзники которые ему помогали там ленд-лизы еще что-то да и так далее и тому подобное вот сейчас у нас ну практически ничего такого нет вот замечательный документ его уже роман осин обсуждал значит в ролике на красном повороте но документ прекрасен поэтому я думаю что его надо как-нибудь почитать вот понять что тут пишут нам и так далее и тому подобное вот значится так манифест философского форума который проходил в государственной думе российской федерации о завершении холодной гражданской войны в россии извините у меня страдает котик мой барик дело в том что у него весна вот ему хочется кому-нибудь морду набить и мне после прочтения вот таких вот текстов иногда тоже вот ну и женщину себе найти какую-нибудь симпатичную серую лохматую вот но к сожалению пока ремонт не закончен мы не можем кошек выпускать на улицу вот и он мучается страшно мне очень жалко но неделька осталось потерпеть вот так вот вернемся к философскому форуму значит мы философы писатели политики представляемы различные проекты будущего россии социалистический евразийский национальный имперский консервативный и прочие в различных цветов идейного спектра красный белый синий синий это какой из синяков что ли лукашей зеленый зеленый это бандит или колги тут надо уточнять и другие так вот сразу отвлечемся придем к составу этого форма замечательно вот значит госдума сидят значит роман антоновский сыны монархии известный телеграм-канал владлен татарский известный тоже человек до коробов латынцев я вообще не понял кто это это какой-то писатель который что-то там написал вон он сидит вот а потом уехал на донбасс а тсср пишут алексей чедаев траляля значит сотрудник группы советников немцова молодая россия так дальше русский журнал значит доценты рггу референт в управлении внутренней политики администрации президента россия единая россия вот так далее тому подобное он почему-то здесь назван право-левым где он левый и не понял а вот а также ним тут компанию составляет герман садулаев который представляет почему-то большевиков вот почему герман садулаев большевик я думаю никто понять не сможет вообще что такой большевик давайте определимся не за пошла национал большевик вот я посмотрел в биографию там обычный публицист писатель да он блокировался куда-то от кпрф и что он теперь большевик что ли из-за этого вот я почитал интересную статью чтобы просто вспомнить кто это такой герман садулаев рассказывает как россия жестко ложится под китай а вот в вассальном плане то есть мы теперь будем как вассалы китая и так далее и тому подобное вот ну и пишет что это будет больно это будет дорого вот но это не в первый раз в российской истории китай нам поможет видимо выиграть войну с вон украине да и так далее и тому подобное вот особо подчеркивается дулаев что китай не будет учить нас коммунизму это точно не будет китай никого не будет учить коммунизму к сожалению не имеет планов заменить русский культурный код вот хорошие термины начались про кому не от коммуниста да русский культурный код не будет нам внедрять лгбт вот что беспокоит большевиков то оказывается а вот естественно там будет экономический союз на неравных условиях и так далее ну то есть садулаев значит пишет что мы превратимся в китайскую колонию если переводить на русский язык принципе я готов с ним здесь согласиться но тут есть момент вот садулаев будучи по моему даже историком по образованию он сравнивает вот это вот то что у нас происходит с китаем с тем как александр невский в свое время выбрал значит эволюционный путь развития россии и при вообще предпочел союз с ордой союзу или какому-то компромиссу с псами-рыцарями а вот ну вот это вот байка про выбор александра невского это я не знаю серьезные люди как такое вообще могут говорить тем более большевики большевики должны говорить правду про выбор александра невского это бредятина дело в том что к тому моменту когда александр невский делал свой этот судьбоносный выбор русские княжества вот эти вот все уже давно лежали под татарами татары уже разнесли нас на калке они уже два раза прошлись огнем и мечом по соответственно руси матушки и уже ярослав всеволодович папа александра невского уже ездил за утверждением своего княжеского статуса в орду то есть мы уже были вассалами никакого выбора у александра невского небу дело в том что если мы помним до тогдашнюю ситуацию вот сам рыцарем александр невский мог на равных противостоять потому что это были вот феодальные такие государства да у них примерно был силовой паритет дата то есть мы их могли разбить там на чулском озере где-нибудь они нас еще где-нибудь но в принципе вот русское княжество но могло бодаться с ливонским там или тевтонским орденом вот в открытом поле военной силы а с ордой нет вот и у александра невского никакого выбора не было что касается того что орда не лезла тут садулаев делает на этом акцент что орда не лезла в нашу русскую самобытность и не запрещала например православную церковь а вот это главное да по поводу того как орда к нам не лезла это мы все знаем карательные походы ордынцев на русь да всякие там не не брюй вырать еще какие-нибудь рати или как наши князья тот же невский использовали татар как карательную силу против каких-то своих или противников соответственно по историческому процессу в соседних русских же князей можно ивана калиту вспомнить на эту тему вот или просто карательные походы если кто-то что-то не платит это вот так вот орда не лезла к нам внутрь да вот в наши внутренние дела вот вспоминаются сразу какие-нибудь сожженные чернигов да там вырезанное резание так далее и тому подобное это вот орда не вмешивалась наши дела это вот к этому приравнивает наш союз с китаем герман садуай видимо он начитался гумилева который очень любил писать про симбиоз и синтез как мы жили чуть ли не равноправно да ну и плюс еще экономическое выдаивание руси матушки в течение двухсот там или даже больше лет вот очень многие исследователи этом публицисты некоторые историки обвиняют именно орду в нашем некоем отставании экономическом развитии от западной европы например где-то к временам там уже первых романовых вот или ивана грозного дата то есть обвиняют именно это самое взаимодействие с ордой вот в том что мы несколько от европы отставали это вопрос сильно дискуссионные да но как бы есть такое да потому что александр невский как я уже сказал один на один спокойно с тевтонцами там рубился вот и соответственно а вот иван грозный там и иван третий уже приглашали иностранных специалистов там нам что-то делать до пушки лить строить и так далее и тому подобное так что тут так я кстати замечу что арта вот она не помогала александру невскому рубиться с тевтонскими с псами рыцарями ты нет она ему помогала только у себя внутри порядок наводить ну подавлять противников и возмущение всякие народные бунты это она помогала делать вот это вот с этим сравнивает герман суду а что касается русской православной церкви русского культурного кода вот это вот знаменитого до которой орда не трогал таки не надо было трогать русскую православную церковь потому что русская православная церковь против вот этого всего до против этого симбиоза ничего против не имела вот и молилась за хана батюшку вот в прямом смысле этого слова вот то То есть она стала инструментом Орды, она местному быдлу внушала, что не надо с Ордой бороться, поэтому ее никто не трогал. Ну, а естественно, с псами-рыцарями стали бы рубиться русские православные, ровно потому, что это конкретно две конкурирующие организации. То есть они бы друг друга паству отбивали. Вот такой вот человек Герман Садулаев, которого здесь выдают за большевика. То есть вот такие вот замечательные люди подписали документ. Мы его еще дальше почитаем. Соответственно, ну и кто? И еще там вот что-то делала Анастасия Удальцова. Я не знаю, как Удальцов после этого в глаза может смотреть своим знакомым. И, соответственно, как называть ее коммунисткой можно после общения с такими людьми этого подписанного документа. То есть здесь левых нет. Вот, понимаете? Союз Романа Антоновского и Владлена Татарского вот с этими вот с Чиадаевыми латынцевыми и псевдо-большевиком Садулаевым – это правые националисты. Вот это кто? Собственно, что исследует из текста документ. Мы не знаем, какой из проектов реализуется по воле Господа в будущем нашей Родины. Большевику Садулаеву привет, воле Господа. Может быть, Россия как живой и сложный организм и не должна развиваться в рамках только одного проекта. Вот на этот счет Роман Осин хорошо сказал, на одном плече у него Ленин со Сталиным, выколота на другом свастика и Гитлер. Да, вот как-то вот так Россия может развиваться, наверное, да? Или нет? Может быть, в будущем России будут сочетаться элементы различных проектов, и они будут непостижимым образом осуществляться параллельно и одновременно. Это называется «два или больше дятлов в одной голове». Шизофрения. То есть философы нам прогнозируют шизофреническое развитие. Но в одном мы уверены, Россия должна быть. На этой единой платформе мы стоим и заявляем об окончании гражданской войны. То есть пофигу как. Главное, чтобы Россия была. Пофигу, что у нас здесь будет, да? Гражданской войны между белыми, красными и зелеными. Кто ж вас уполномочил, граждане-философы? Вот, за вами стоят какие-то общественные силы? Ну, за Владленом Татарским и Антоновским, вот этим вот каком-то сынной монархии, да, за ними стоят правые националисты. Да, а остальные-то кто? Кто тут от красных выступает? Еще раз спрошу. А с другой стороны, особенно на философском идейном фронте продолжалась до сего дня. В смысле война. Сегодня снова пришло время объединения ради спасения России. Как ранее, в 612 году, в 41 году, в 91 году, само существование России под угрозой. Мы вспомним опыт 612 года, ну, когда буржуазии и дворяне за деньги ополчения нанимали, а потом посадили нам на шею романовых. Вот, 41 года. Это другой опыт совершенно. И не повторим ошибки 91 года. Ну, то есть, скрестить ежа с ужом. Мы не позволим врагам воспользоваться нашими разногласиями и отравить сознание нашего народа ложью и ненавистью к России. Мы заключаем философский союз. Гражданская война имеет сетевую природу. Никто не объявляет ее официально. Народ просто втягивается в кровавое противостояние. Зато и окончить эту войну могут любые действующие лица, которые возьмут на себя ответственность и инициативу. Ну, вот, насколько я помню, гражданскую войну в России, ну, там, которая с 18-го до 22-го, да, ее окончили простым способом. Белых победили. Вот так вот. Да? То есть, не собрались какие-то лица, да, а просто дали по башке. Одной из сторон. Вот, большинство меньшинству. А вот, при условии, что остальные участники противостояния присоединяются, пусть и неформально. Ну, то есть, на самом деле, гражданскую войну, это должен был Колчак с Лениным сесть, да, и с Врангелем за один стол и сказать, ребята, все, хоре, воевать, миримся. А что такого, да, то есть, никаких разногласий-то у нас нет, которые нас втянули в эту войну и так далее и тому подобное, да. Так, что ли, эти люди представляют себе гражданскую войну? Значит, они сумасшедшие. Вот, мы уже начали процесс объединения русской мысли для спасения России, для спасения Родины в соглашении Дугиной. Консенсус Дугиной. Настоящим манифестом продолжаем эту линию. Что такое соглашение Дугиной? Ну, это, как вы понимаете, часть пиара Александра Гелича, да, то есть, очередное такое заявление, что Дугина была великой, значит, философиней, дочерью русского философа замечательного, Гелича Дугина. Вот, и все, кто ее убили, наши общие враги, значит, их надо истребить и так далее и тому подобное. Все патриотические силы заключают консенсус с Дугиной, который будет заключаться в установке на сработничество в деле достижения нашей общей победы в глобальном конфликте. То есть, глобальный конфликт это не СВО, это наша борьба вот со злыми силами на Западе, с НАТО, ЛГБТ, с сатанизмом, вот. Ну, потому что здесь про экзистенциальную угрозу, мы не же подписавшиеся, обещаемся отложить на время свои раздоры, претензии, сообща сработничать нашему государству, да, общая победа на всех фронтах и тра-ля-ля. Ну, то есть, это солидаристский националистический документ. Садулаеву и Удальцову еще раз привет. Вот, значит, мы заявляем не о временном перемирии, а о вечном военно-гражданском мире в нашем военно-гражданском обществе. У нас уже не гражданское общество, а военно-гражданское общество, ребят, я вас поздравляю с этим. Вот, вечный мир, абсолютно абстрактная категория, то есть, мы знаем, как заключались вечные миры там во всякие времена, там еще при, там, Московии, да, то есть Российской империи. И все это обычно продолжалось несколько лет. Вот, ну, то есть, это блабольство. Мы будем способствовать миру всеми философскими средствами. Это какими? И всем арсеналом идейного оружия. Это да. Телеграм-каналы, особенно какие-нибудь сыны монархии, там, они так к миру призывают, там, почитать, что они про левых пишут. Будем продолжать, ну, только не про Судулаева, Судальцовой, наверное, да, мы будем продолжать внутреннюю дискуссию о путях развития России. Владлен Татарский недавно тут тоже писал, обвинял коммунистов в том, что они начали СВО, ну, в смысле, в 30-х годах, когда создали украинскую нацию. Вот, о путях развития России, об идеологии, там, и методологии внутри нашего союза, но не дадим врагу шансов вбить клин, там, все дела. Мы любим свою родину, мы видим, что идеология властных группировок, захвативших политическую власть и философский дискурс на Западе, извините, является враждебной самому существованию России. А идеология группировок, значит, властных захвативших, значит, власть у нас, она-то, конечно, является, вот, прям, только за Россию-матушку. А кто довел-то вот до этого всего, до сегодняшней ситуации? Не наши, нет, то есть только Запад виноват во всем, да? Ну, это поиск внешнего врага, любимая мулька фашистов. Вот, и более того, враждебное человечество, ну, и идеология вот эта вот западная, да, так, это не что иное, как ересь, мира и жизни отрицания, нео-мультузианство, социальный расизм, неолиберальный фашизм. А вот, ну, как обычно, побольше ярлыков навесить, да, то есть, все виноваты, кроме нас. Скрепляем умом и сердцем наш философский союз. Слава истине, слава Великой России, слава Иисусу Христу, еще подписано. Значит, кто еще в это дело входит, да? Еще входит вот такой вот Дмитрий Кузнецов, замечательный человек. Судя по всему, он там один из инициаторов этого дела. Это шестерка Прилепина, если сказать так вот по-простому, да? То есть, потому что Прилепин, он когда шел, значит, на выборы, да, он сказал, что я сейчас пойду депутатом там в Думу, все дела, вот. Вот, я вам сделаю хорошо, я буду за вас бороться, голосуйте за меня, голосуйте за мою партию, там, как она там, за правду, там, вот это вот все. Сказал Прилепин, люди ему поверили, за него проголосовали, после чего Евгений Николаевич жирно харкнул им в рожу, сказал, я никуда не пойду, я лучше пойду в школу губернаторов учиться, и потом побуду, может быть, губернатором, а на свое место назначил свой пиар-менеджер. Вот пиар-менеджер Прилепина, это вот этот вот самый Дмитрий Вадимович Кузнецов. Вот так вот у нас становятся депутатами Госдумы. Вот, соответственно, человек, за которого никто не голосовал, никто никуда не выбирал и так далее и тому подобное. Просто помощник по связям с общественностью известного писателя. Вот, он там, судя по всему, один из центровых в этом деле. Ну и вот, и тут же отозвался журнал «Стол», известный и какой-то публицист Алексей Наумов. Он, услышав о подписании этого замечательного соглашения, сказал, все, Россия гибнет, они собрались заканчивать войну, но как же ее заканчивать? Большевизм нельзя прощать, а там же Садулаев, он называет себя большевиком. Вот, и главные претензии журнала «Стол» это в том, что там союз с большевиками, значит, мир с большевиками хотят заключить. Я дам ссылочку на эту статью про гибель России. Вот, то есть тут тоже такая истерика, что вот, нельзя с красными примиряться, успокойтесь, дорогой товарищ Наумов, и редакция стала, нет там никаких красных. Это правые националисты, если кто-то из них, там, как Садулаев, использует там левую риторику, это еще ничего не значит. Вот, кстати, по поводу левой риторики тут же вспоминается этот самый Реми Майснера с «Мятежником Джеком», да, вот этот их разговор замечательный, где «Мятежник Джек» себя показал во всей красе как провокатор, да, вот, а Реми заметил одну вещь такую, что у нас на самом деле сейчас социал-шовинистов-то найти довольно сложно, потому что у нас социал никто не предлагает, у нас предлагают только шовинизм, вот. Но, с другой стороны, там, Реми можно понять, он просто не хотел обижать каких-то партнеров по общению, да, в левой среде, вот, потому что можно навскидку сразу назвать, там, профессора Попова, Олега Двуреченского, Удальцова, кого угодно, Настю Удальцову, вот, вот кого не хватало здесь, вот они бы были замечательными большевиками, они бы замечательных большевиков представили за этим столом, там еще какие-нибудь Тюлькины из РКРП, еще кто-нибудь, вот, вот тогда бы, да, это было представительное собрание, а так собрались правые националисты и начинают нам тут задвигать что-то за мир, да, вот, ребят, вы там между собой договариваетесь, нас не трогайте, мы-то здесь при чем, а вот, Илья Ремесло, значит, выступил тут интересно, ну, интересно в том смысле, что, вы помните гражданку Янгалычевую Екатерину, вот, замечательную депутатку Мосгордумы от КПРФ, так сказать, вот, известную мракобескую и очень красивую женщину, вот, этого не отнять, она очаровательна, просто, вот, ну, она часто пишет тоже в Телеграме, вот на этот раз она написала, что у нас тут типа ИИ, ну, искусственный интеллект будет помогать, там, ставить диагнозы в больницах, она написала, что вот, там, типа, наши власти все хотят убить, потому что ИИ имеет свойство ошибаться и так далее и тому подобное, и Илья Ремесло, надо заметить, абсолютно правильно ее отбрил, да, потому что, собственно, в исходной новости, новость от прошлого года, там написано, что ИИ будет помогать врачам ставить диагнозы, то есть они будут пользоваться какими-то элементами искусственного интеллекта, там, ну, просто в работе, там, с компьютерными данными и так далее и тому подобное, никто ИИ, там, роботов не назначать, нику лечить. Илья совершенно правильно ее отбрил, эту девушку, вот, ну, она действительно известна своими интересными, там, заявлениями, например, она увидела знаки Антихриста в чипировании животных, и прихода, значит, конца света в чипировании животных, прихода апокалипсиса, какая замечательная мадам-то, очень красивая, вот, ну, в данном случае Илья совершенно правильно поставил ее на место, ну, а тут что надо подчеркнуть, понимаете, вот эта ситуация, она очень хорошо демонстрирует то, чем занимаются сейчас официальные коммунисты из КПРФ, они дискредитируют сам термин коммунист, вот, потому что Илья Ремесло имеет полное право назвать Катю Нгалычеву коммунисткой, хотя она там, на самом деле, бизнес-вумен, да, там, какая-то там у нее туристический бизнес, и так далее, и тому подобное, вот, вот, она такая же коммунистка, как я не знаю кто, как какой-нибудь там Потанин или Ходорковский, тут помельче, вот, но он ее имеет полное право так называть, потому что она состоит в КПРФ, я не знаю, она там купила место, или ее взяли за красивые глаза, чтобы там образ партии там омолодить как-то, мы же знаем, мы помним там колдунью, еще блондинку замечательную, Зюгановскую, тоже из КПРФ, из Питера колдунью, да, который магические семинары проводит, да, и так далее, и тому подобное, да, тоже эту самую Марьян на уму, вот, там есть это такое, что берут симпатичных девочек, да, чтобы они там вот показывали молодое лицо партии, да, что не только старый дядя Зюг, вот, ну и вот Илья Ремесло совершенно правильно называет ее коммунисткой, в данном случае, может, она член КПРФ, и все смотрят и говорят, о, какие коммунисты, мракобесы, идиоты, вот, так что, в данном случае, по тексту Ли я с ним согласен более чем полностью, вот, но вот это вот, тут претензии, конечно, Кати Нигалучевой, которая несет такую хрень, вот, и последнее, значит, я тут наткнулся, тоже в Телеграме, там есть паблик, я его уже рекомендовал как-то, библиотека, там, каких-то русских книг Российской империи, там, где публикуют замечательную литературу совершенно, и вот, натолкнулся я там, значит, это на книжку вот этого вот Н.Е. Маркова, да, замечательного, сейчас мы его откроем на Википедии, Николай Евгеньевич, он нам пригодится, вот, под названием «История еврейского штурма России». Это речь, которую он там зачитал в 30-каком-то году в Берлине на какой-то там встрече ихнего монархического движения, вот, саму статью мы, речь, мы ее читать сейчас не будем, она очень длинная, вот, но я хотел бы пробежаться просто по биографии персонажа, да, она очень интересная. Вот, он был в союзе русского народа с Дубровиным, Пуришкевичем и так далее и тому подобное, ну, естественно, помещик там, все дела, родовое имение, вот, работал инженером, вот, земские деятели и так далее и тому подобное. Вот, значит, выборщик в губернское избирательное собрание, ну, то есть, такой вот, да, говоруха-отрок о выборах во Вторую Думу. Его тон, так часто некоторых из нас шокировавший на земских собраниях, пришелся как раз по вкусам слушателей. Вообще, независимостью своих убеждений, бесспрашимым умением с величайшим опломбом парировать ругательство противника, он производил подавляющее впечатление на аудиторию, напоминает Владимира Больфовича Жириновского. Вот, вел активнейшую борьбу с проявлениями революционного хаоса в Курской губернии. Это интересно, как, погромами, да, или чем? Вот, значит, в первое же заседание Думы ему пришлось защищать самодержавие и так далее. Значит, я думаю, мы перейдем сразу к этому самому, к революции. Ну, понятно, все с этим человеком он черносотинец. Ну, тут иудеи, история наших веков, всех веков показывает, что примесь иудеев в армии, это значит примесь в большой доле шпионов, людей, предающих тайны своего государства, предателей-изменников. Ну, то есть человек был нацистом. Это сразу надо понимать. Это был нацист. Вот. И, соответственно, после февральской революции, значит, распустили союз русского народа, Маркова арестовали, там, и так далее, и тому подобное. Вот. А, нет, его не арестовали, но он там прятался ото всех, значит, бегал по Питеру, ото всех прятался. А потом, значит, после революции уже нормальной, Октябрьской, он сразу организовал свою антибольшевистскую организацию в Петрограде. Объединенная офицерская организация, она тогда называлась. Вот, входила там во всякие, соответственно, союзы и так далее, и тому подобное. Ну, это привет тем, кто рассказывает про красный террор. Вот тут вот с этим, наверное, бороться было не надо, да? Вот. Переезжал из Петербурга в Москву. Ночевал по пустым квартирам, и так далее, и тому подобное. Вспоминается это самое кино про молодость Айн Рэнд, фашистская, да? У него там вот как раз такой был красавец-любовник. Значит, о подготовке, попытке спасти царскую семью. Уже находясь в эмиграцию, писал. Вот. Когда мы приступали к этому подвигу, у нас были надежды на проснувшуюся совесть русских богачей и русских верхов. Людей, готовых жертвовать своей жизнью ради спасения царя и восстановления монархии, было немало. Но все попытки, не только мои, но и всех моих единомышленников, получить на дело необходимые средства, потерпели неудачу. Требовались миллионы, а мы с трудом находили десятки тысяч. Замечательно. Есть деньги, спасем царя. Нет денег? Не спасем, а денег никто не дает. Интересно, почему? Постыдное равнодушие, окаменелость и нежитое недоброжелательство к монархии и монархистам отталкивали наше обращение за помощью. Ну, промышленники просто уже в свое время от царя натерпелись. Вот. Потому что он просто мешал им деньги зарабатывать там своей деятельностью. Мы имели печальное удовольствие видеть, как всего через несколько месяцев, после принадлежительного отказа в помощи на спасение царя, все эти холодные себе любцы были до нитки ограблены большевиками. Сейфы вклада отобраны, и сами они в большинстве поарестованы, а многие и расстреляны. Ну, а так бы царь-батюшка спустился с небес, да, и всех бы от большевиков своей мантией укрыл. Тут про то, что реально можно было спасти царя из Тобольска. И если был бы хотя бы миллион рублей, мы успели бы сосредоточить к Екатеринбургу отряд 300 смелых людей и сделать решительную попытку для соединения царской семьи с Чехословаками. Ну, миллиона не было, поэтому царя расстреляли. Вот так вот. Мне вот интересно, миллион это что за сумма вообще? То есть там что, тех, кто бесплатно царя спасать будет там, кто там где-нибудь с фронта добудет винтовки там где-нибудь из-под полы и так далее, на это надо миллион, по-моему, такие операции, они, ну, при наличии желаний дешевле стоят. Вот, ну, короче, естественно, эмигрировал, журнал «Двуглавый Орел», значит, еженедельник высшего монархического совета, да, то есть за ним там следил ГПУ, писал на него отчеты, что вот он всем предлагает тут всеобщее равенство под дланью царя и капитала. Ну, почитайте, я ссылочку дам, естественно. Я говорю, может быть, там мы саму речь потом почитаем, это любопытно. Вот, значит, русский народ по духу, географии, истории всегда был ближе к востоку, чем к западу, да. Значит, марксизм теоретический, плод еврейского, то есть азиатского духовного творчества, ловко привитый западу, вот. Марксизм это плод еврейского творчества духовного, вот. Соответственно, к русской культуре не подходит, вот, значит, история еврейского. Что надо? Иудомасонством и британскими империалистами, поддержанными в России либеральной интеллигенцией, англоманами из бюрократии, была спровоцирована Первая мировая война Иудомасонством, да. Вот, масон Милюков во всем виноват, Россию разрушил, обладел ее властью международного иудейства, большевистский коммунизм, большевистский, естественно, через СССР. Советский террор является лишь грубо революционным выражением вековечного стремления иудаизма к мировой власти по скипетрам Мессии и так далее и тому подобное, значит. Соответственно, биография вот здесь вот, да, в этой статье с правого ресурса почему-то кончается в 34-м году, вот. А умер он в Висбадене в Германии в 45-м, в апреле. А, нет, вот до 36-го доходит. Вот, соответственно, вот это вот меня всегда очень радовало в биографиях вот этих вот ребят, замечательных рыцарей, ну, в данном случае не белой даже, а монархической идеей, это вот эти вот дырочки в биографиях, особенно если они живут в Германии. Значит, в 35-м году в Эрфурте вступил в русскую секцию нацистской мировой службы вельтдинст, так называемого антисемитского интернационала. Вот, на протяжении 30-х годов публиковал в Германии, ну, то есть при Гитлере, книги и статьи антисемитского содержания. После нападения нацистской Германии на Советский Союз продолжил агитационно-публицистическую деятельность. Вот, являлся вместе с генералом Красновым, с редактором выходившего в Берлине казачьего вестника. Кто такой генерал Краснов, надо напоминать или нет? Статья на немецком языке «Еврей поразит сельских имений». Отлично. А вот, Марков выступил поборником окончательного решения еврейского вопроса. Привет, Адольф Уэйхман, это вот ваш друг. И сторонником войны Гитлера против СССР в 44-м году, когда всем уже было примерно все ясно. То есть, этот гражданин был последовательный нацист. Причем нацистом он был за долго до прихода к власти какого-то Гитлера. Он нацистом был уже у нас здесь, в России, принимая участие в Черносотенном движении. Ну, очередная икона наших монархистов. Кстати, привет, где тут этот был усатик-то? Вот он, Роман Антоновский. Роман, привет! Вот, почему вот эти вот люди, они постоянно, у них так получается. Кстати, вот с Лидией Марковой, с его дочерью, насколько я понимаю, мы встречались в ролике про Барченко, помните? Вот, ну, она попала под, короче, эту разборку с Барченко, с этим, с тайным орденом, да, вот с этим всем мракобесием, с Глебом Бокием и так далее, и тому подобное. Ну, подробности в ролике. Вот тут, на самом деле, очень радует. Википедия пишет, была лаборанткой научно-энергетической лаборатории ВИЭМ. Это слово о Википедии. Приходим, значит, на статью про ВИЭМ. Здесь есть организационная структура ВИЭМ, которая взята из справочника, насколько я понимаю, там, каких-то 60-х годов. Вот тут вот все эти лаборатории расписаны до одной, да, то есть никакой научно-энергетической лаборатории здесь нет. Вот, Википедии привет. Вот, извините, пожалуйста, за кашля, чихи и так далее и тому подобное в эфире. Я думаю, у меня хватит, но нет, видите, в конце все-таки одолело. Буду постепенно пытаться от этого избавляться. Ну, вот я говорю, пока что этому мешают превходящие посторонние обстоятельства. Вот такой вот у нас послеотпускной выпуск небольшой. Вы, извините, я только разминаюсь. Дальше будет лучше. Я обтянусь опять в этот процесс просмотра всяких новостных лент, там, твиттеров, телеграммов и так далее и тому подобное. Вот сейчас пока это просто физически сложно делать, противно, честно говоря. Всем хорошего настроения, всем добра.